Сначала два слова о курсе. Этот курс предназначен тем, кто интересуется Арктикой и Севером, или готовится работать на Севере, или хотел бы стать экспертом по Северу. Но для того, чтобы понимать, что происходит на Севере или в Арктической зоне Российской Федерации, и для того, чтобы давать уверенные прогнозы по развитию Севера, мало знать экономику, мало знать инженерное дело, мало знать судоходство, нужно иметь представление о людях, которые живут в этом регионе. Курс предлагает современные сведения по следующим темам. Регион Арктической зоны Российской Федерации, он же Крайний Север, его особенности. Краткая история изучения Севера. Население современного Севера, языки современного Севера, культуры и общества современного Севера, развития энергетического сектора в Арктике, социальные последствия северной энергетики и перспективы возобновляемой энергетики в Арктике. Как вообще Север и Сибирь оказались в составе русского государства? Все было не так героически и драматически, как на картине Сурикова, которую вы видите перед собой. Колонизация Сибири происходила постепенно. Вопрос, чем отличается эта колонизация, например, от британской колонизации Индии или Северной Америки? Здесь есть одно полезное понятие – внутренняя колонизация. Историк Василий Ключевский в начале 20 века писал, я цитирую, «История России» есть история страны, которая колонизуется. Область колонизации у ней расширялась вместе с государственной ее территорией. Это значит, что Россия приобретала колонии, примыкавшие к ее границам. Русским не приходилось плавать за моря, чтобы превратить Россию в колониальную империю. Это первое и самое простое понимание термина «внутренняя колонизация». Второе понимание этого же термина, не менее важное, описывает отношение элиты, то есть имперского центра, к собственному народу. Взаимные представления друг о друге власти и народа. Центр ситуации внутренней колонизации рассматривает периферию как колонию, как дикую страну, нуждающуюся в оккультуривании и цивилизаторском преобразовании. Я ссылаю здесь на популярную книгу Александра Эткинда. Нам вас на слайде. Оба эти понимания термина применимы к Сибири и к Северу. Эти земли, с одной стороны, суть непрерывное продолжение европейских территорий России. С другой, всегда считалось, что их население нуждается в оккультуривании и цивилизаторском преобразовании. Причем неважно, какое это население. Местное, то есть коренное, это население считалось диким. Но и русские, переселявшиеся в Сибирь и на север, быстро становились в глазах центра почти столь же дикими. Я подчеркну, в глазах центра ни в коем случае не следует понимать это так, будто я считаю сибиряков дикими. Как шло движение русских в Сибирь и на север? Было два пути – морской и сухопутник. Первый путь вдоль побережья Северного Ледовитого океана от устья одной реки к устью другой. Плыли на судах вдоль побережья, входили в устье реки, поднимались вверх по течению, ставили деревянные укрепления, назывались остроги. Из этих укреплений выстраивалась система контроля над окружающим населением. Торговлю, сбор налогов, покорение непокоренных военной силой. На следующий год или через пару лет двигались дальше на восток, снова вдоль побережья, к устью следующей реки. Так дошли постепенно до Берингов пролива и до Камчатки. Второй путь по суше, либо огибая Уральские горы с юга, либо наоборот с севера через город Устюг в то, что называлось тогда Югорской землей. Югорская земля уже во второй половине XIII века официально считалась одной из волостей Великого Новгорода. Сегодня это Ханты-Мансийский округ. Здесь тоже продвигались на восток, ставили острог, покоряли окрестное население, потом шли дальше. Конкретной даты завоевания Сибири не существует, это был долгий процесс. Скорость движения русских на восток была очень велика. Первый город в Сибири, Тюмень, был основан в 1586 году, и уже в 1648 Семен Дежнев обогнул Чукотский клоустров и поднялся вверх по течению реки Анадырь. За 62 года от Тюмени на юге Западной Сибири до самой крайней северо-восточной точки Евразийского материка. Это очень быстро. Цели движения были те же, что у любой колонизации. Это ресурсы. Вначале это были меха, потом лес, потом уголь и никель, алмазы и золото. Сегодня это главным образом нефть и газ. То есть это всегда был вывоз ценного сырья. В отличие от колонизации Северной Америки, на севере Сибири колонистам не нужна была земля, сельское хозяйство там невозможно. Им нужны были люди, которые платили бы налоги. Поэтому колонизация Северной Сибири была в основном более мирной, чем война переселенцев с американскими индейцами, например. Хотя были, конечно, и исключения. В XVII и XVIII веках налоги взимались в основном пушниной. Экспорт пушнины в XVII веке составлял заметную часть государственного дохода России по некоторым источникам до 13%. Это сравнимо с тем, сколько сегодня приносит России экспорт природного газа – 12,6% в XVIII году. Отношение к Сибири и Северу начало меняться только во второй половине XIX века. Она по-прежнему воспринималась как ресурсная кладовая, но к этому времени там появились люди, для которых это была родина. Они стремились к тому, чтобы эти земли развивались не только как зависимые от европейской России, но и как самостоятельные территории. Это движение называлось областничеством. Его самые известные представители – Григорий Потанин и Николай Ядринцев. Потанин, кстати, был в 1865 году арестован по делу об обществе независимости Сибири и пробыл на каторге и в ссылке 9 лет.